ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлой программе «Алло, директор». Участники снимали для Светланы Лободы вирусные ролики предстоящих концертов. Жан откололся от команды и выполнял задание отдельно. Его ролик Светлана Лобода назвала лучшим. Вот даже если у нас есть задача сделать вирусный ролик, я выбираю промо-ролик Жан. Проект покинули. Таня Казак и Олег Вегерия. Нет! Что? Таня Казак и Олег Вегерия. Таня Казак и Олег Вегерия. Хватит! Таня Казак и Олег Вегерия. Стоп! Алло, директор? Утро у нас на дворе, да? Значит, доброе утро. Я хочу вас поздравить, потому что сегодня у вас знаковое событие. Вы попали в полуфинал. Ребята, теперь о каждом из вас нам почти все известно. За исключением одного маленького секрета, который Артурчик, я надеюсь, мне все-таки раскроет, почему он из программы в программу хорошей. Я никак не могу понять, что происходит. Не смущайте меня. Он возмужал за это время, да. Мне к вам вопрос. Вы когда-нибудь были на концертах, Светлана Лободея? Был на концертах? Я была в Краснодаре. Я был. И как впечатление? Прекрасно. Поэтому мы на этот проект, наверное, пришли. Задание заключается в следующем. Для того, чтобы концерт прошел успешно, и для того, чтобы этот концерт понравился и зрителям, и мне, нужно нашему директору очень хорошо постараться. Одной из команд предстоит заняться организацией концерта в Херсоне, а другой команде предстоит концерт в Киеве. На вас очень будет большая ответственность, и у вас очень много будет задач, которые вы должны будете исполнить. Команда Лобудим, Блюнберг и Жан отправятся в Херсоне. А Ирочка с Артурчиком отправятся в Делюкс, для того, чтобы организовать концерт в Киеве. Ну что, ребята, мы желаем вам удачи, желаем справиться со всеми заданиями. Постараюсь не капризничать, быть хорошей девчонкой. Капризничать будет балет и музыканты. Капризничать будет Нотелло. Как у нас всегда происходит. Все, спасибо, скоро увидимся. Спасибо. Ну это, конечно, такое гиперархи у нас задание, тем более еще и с выездом. Нам изначально с Артуром, возможно, повезло, так как мы в Киеве, в родном городе. Мы с Ирой завалим все, не то что задание, а завалим в Светлане концерт. Лабутин начали подготовку к завтрашнему концерту Лавады в Херсоне. Первое у нас задание это было отвезти им солиста, который выступает вместе со Светой, на бэк-вокале, на репетиционную базу. Роман Блюмберг поехал за Мирабеллой. Привет. Привет. Я за тобой. А Жан отвозит на репетицию Лену. Здравствуйте, Лена. Я уже подъехал. Хорошо. Да. Спасибо. Мы опаздываем. Да, мы чуть-чуть опаздываем. Мы чуть-чуть опаздываем. Мы не чувствуем опаздываем. Делать невозможно. Мы опоздали на репетицию, какие-то были неразберихи. Время. Носи чемодан. 15-25. Мы не справились. Вы не справились. Справляетесь. А мы здесь немножечко раньше. Ребята с треском провалили первое задание. Бэк-вокалистки недовольны своими директорами. Возможно, работа с музыкантами будет более успешной. Паша, вас беспокоят Жанна и Рома Блюнберг. Мы очень хотим поинтересоваться. Паша, Паша, что у вас там все нормально? Вам что-то надо с музыкантом? Ты не в курсе? У меня вчера чип-то случилось вечером. Что? А вы что, можете помочь им? Да, давай, Паша, говори. Мы как супермена спасим вас. Да, закрой рот. Говори, Паша. У меня срочно купить два питания. Я думаю, может быть, я успею. То есть, до сегодня. Не парься. Давай, на поезде увидимся. Рома просто больше близок к музыке. С ним можно говорить на языке музыкантов. Рома отправился выполнять поручение клавишника Светланы Лободы. Ребята, а есть провод от монитора к наушникам? Ну, микрофонный штуровый. Ну, как микрофонный? Ну, то есть он... Джек, моно. Да, его только паять надо. Я понял. Окей, спасибо. Жанн продолжает обзванивать музыкантов. Что вам надо для того, чтобы у вас удалось все завтра в Херсоне? Вы будете завтра с нами? Конечно, да. На сегодняшний день, да, все нормально. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Все, тогда до встречи. Мы обзвонили трех музыкантов и спросили у каждого, что кому что надо. Алло, Вова, здравствуйте. Здравствуйте. У вас дела, я вам, Мама, Джек. Какие предприятия? Он слышит для себя много очень новых слов, такие как акселеры, джеки. Все, я понял, Вова, спасибо большое. Будем тогда этим заниматься. Спасибо за помощь. Прям незадача с этими блоками питания. Здравствуйте, ребята. А нам нужен, мне нужен блок питания. Пашек, смотри, там переходники отдельные, такие 12 штук, они разные. Хорошо, Пашек, все, я беру тебе. Да, берем. Роману пришлось побегать по Киеву, но с заданием он справился без особых проблем. Рома разбирается в технике и просьбы музыкантов понимает с полуслова. У Жана задача сложнее. Нужный шнур в магазинах не продается. Надо определиться, какой из них удалить из этих разъемов. Какой оставить. Здравствуйте еще раз, это вас Жан беспокоит. Я вот сейчас стою, смотрю на этот провод, и у меня спрашивают, какой надо удалить, со штырьками или с дырочками? С дырочками. Все, я понял, прекрасно. Спасибо большое. Так быстро? Да. Лабу-тим выполнили все просьбы музыкантов и отправились на вокзал. Ребята едут в Херсон вместе с командой Светланы Лободы. Сама певица приедет на концерт отдельно, и с ней участники «Алё, директор» встретятся уже непосредственно перед выступлением. В поезде Роман решил еще раз перечитать райдера Светланы Лободы и убедиться, что он обо всем позаботился. Поезд «Утренний экспресс», «Первый класс» или «Три полных купе». То есть что, собственно, есть? Мы им покажем, Сан, это моя Библия. Ты должен для своего артиста свою быть. Послушай, ну Библия для того и создана, чтобы из рук в руки передавать ее. Я боюсь, что ты не веруешь в мою, не в мою ты веру-веру, не в образованного Жана. Я райдера ему давать не буду и показываю той же. Почему я должен прикрывать спину человека, который некомпетентен в своих вопросах? Максимально, что может произойти у нас, у нас может произойти траблы с гостиницей. Я достаю свою волшебную сумку. И здесь записаны все гостиницы, в которые мы можем рассчитывать. И в одну из них я уже даже забронил номера. Третий вариант, который может произойти. Транс, я все-таки забронировал две машины на завтра. То есть по звонку они готовы будут приехать к вокзалу и забрать. Рома, ты все сделал. Собственно, я не знаю, зачем ты поехал в этот путем. Путешествие. Ну, можешь, в принципе, выпить чай. Жан присутствует сугубо как картинка. Да я всех уже договорился, у тебя будет диновщина сегодня. Все музыканты на моей стороне. Здравствуйте. Привет, заходи к нам. Это Жан. Жан, знакомьтесь. Всем привет. Катя. Ребята, вы что, выпили, что ли, только чуть-чуть? Ну, а что, запах такой, что... А, да, так мне кажется. До выступления такая у нас заведена традиция, что никто ничего никогда не пьет, не курит никогда. Реально, мы против... У нас вообще не ключи коллектив. Это очень круто. Поэтому мы вас болеем. Договорились. У нас проблемы возникли. После репетиции голодные, сейчас реально все, еще пятьсуточных нам не дали. Можно решить вопрос с питанием? Если вы, конечно, захотите, я готовил лечение. Вот это интересно. Если бы Жан так хотел угодить, он бы мог бы изначально позвонить у музыкантов и спросить, а наличие надобности вообще еды в поезде? Я не пол. А я прошу приготовить. Ты задавал вопрос о том, что будут еды, или нет, или Саша, или Вова? Друзья, был один вопрос. Одну секундочку. Что-то на поводу повышает голос. Были бы друзья, нет, никто не повышает голос. Сейчас самое лучшее, что можете сделать, если есть печенье, можно принести. Все согласны? Да. Супер. Ребята устроили немного дедовщину такую. Бегать за едой. Я добыл им в прямом смысле этого слова еду. С него выйдет достаточно хороший официант. Очень приятно. Алло, директор? Лабутим и музыканты Светланы Лободы прибыли в Херсон. Опасения Романа Блюнберга не оправдались. С транспортом никаких проблем не возникло. Но устроит ли команду Лободы херсонская гостиница? Давайте вообще сюда не идти. Потому что это вообще нецелесообразно. Трата времени. Гостиница была ужасная. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти. Боже, какой кошмар. Не будем здесь жить. Там были ободранные стены, несмотря на то, что это было очень поэтически размещенное возле моря. К нас привозят в гадюшнюю гостиницу. Он говорит, окей. Это очень плохо. Алло, здравствуйте, это Роман из какой-то. Я вчера вас бронировал в гостиницу. Можно подъехать уже? Хорошо, спасибо. Поехали. Мирочка, давай улыбаться уже начнем. Жан, вот так должна выглядеть? Гостиница. А не то, куда ты нас привез. Просто у нас Жан даже не ознакомился с райдером. Ром, ты очень много говоришь негативного о Жане. Говори лучше о тебе, Ромка. В данном случае ты молодец, что если это твоя работа, А что тебе говорит? Тебе только это учтется. Жану помоги. Он очень пафосный, очень грубый. Постоянно подкалывает Жану. Хорошо ориентируется, быстро реагирует. Но слишком очень много говорит. Девочки, конечно, реагируют негативно на то, что я обстроил немного дедовщину. Но Жан хочет же почувствовать, насколько это интересный и увлекательный мир концертного директора. Почему ему не создавать проблемы, которые он должен учиться разруливать? Предусмотрительность Романа Блюмберга дает свои плоды. Наконец, музыканты смогли отдохнуть и в хорошем расположении духа поехали на саундчек. Но во время репетиции Роман ожидает неприятный сюрприз. Мне нужен адаптер. Он должен быть вот такой толщины, но в нем должен еще быть папа. Такого нет? Спасибо. Есть, может быть, универсальные блоки питания? К сожалению, нет. Не подходит нам. Мы, я думаю, ощутим благодарность потом. Конечно. С тобой лоботы. Оно, оно, самое оно. Давайте мы сделаем так. Мы с вами увидимся там вечером. Вы просто нам отдадите блок питания. Спасибо. До встречи. То, что требовалось с технической стороны, все было предоставлено. Классно. Я себя чувствую этим, святым Николайчиком. Да, это оригинал точно. Это подойдет 100%. Пробежал все магазины, которые были в торговом центре. И мне ребята дали чисто символично, даже без денег, без ничего. Нужный нам адаптер. Адаптер был взят непонятным способом. И я его сегодня опять-таки потеряю вечером. Сейчас надо провериться. Пошли. А никого нету. А как? Саундчек прошел уже минут 20 назад. Потому что это все хорошо, конечно, но лучше настроить звук. Мы играли песни облака, и там не было двух клавиш, и вообще было очень. Практически саундчек сорвали. Адаптер, который лично мне был нужен, приехал уже после саундчека. Все, вы срываете концерт, у нас ничего не будет. Саундчек так и не состоялся. Музыканты разочарованы работой своих директоров. Смогут ли ребята заслужить доверие команды Светланы Лободы во время концерта? Как же выглядит концерт? А теперь пойдем изучим твое знание о гримерке и райдера. Да, Светлана Сергеевна опаздывает еще. Они на самолете, она уже едет сюда. Но пока есть 40 минут, мы сейчас проверим быстренько гримерки, чтобы было все в порядке. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас нам было. А что случилось? Нет чая, кофе, райдера наполовину. Вообще нет. Чай должен быть зеленый, черный, травяной обязательно. Рома мне не нравится то, что он много разговаривает. Он может быть что-то и может сделать, но уже возомнил, что он может быть концертным директором. Пока, я думаю, он к этому не готов. Работает пицюк? Неподготовленная гримерка, нерабочий утюг. Мы не можем выходить в мятых костюмах на сцену, мы никогда этого не делали и не собираемся делать. Музыканты же, они такие люди, очень творческие, очень вспыльчивые, им, конечно, это все не нравилось. Можно пойти к соседям? Соседей нет. Они выступают, потому что это логично. Скажите, пожалуйста, а можно у вас спросить, бытовые вещи с кем решить? Потому что там не работает утюг? Вы перепроверяли последний раз, когда? До выхода на сцену, реально, 35 дней. Им уже выйти надо, а не утюг найти. Ну там нет ни чайника, ни чая, ничего. То есть, и там... То, что касается райдера, это вообще не было. Можно покарить, давайте, с нашей гримерки идите быстро переносите. Концертный директор Светланы Лободы Игорь Пасека разрешил ребятам взять для музыкантов чай и чашки для гримерки Лободы. Жан в это время отправился на поиски утюга. Ура, мы спасли. Жан! Жан спас ситуацию, принес какую-то волшебную штуку, которая не просто погладила, а вообще сделала вещи, прям как с кимчистки. Можно все, что угодно, синтетику. Жан, потом будешь давать мастер-классы, поглаживайтесь. Почему потом? Послушай, я всегда в свое время. Жан немножко такой человек очень творческий, возможно, такая директорская работа немного не для него. Жан мне нравится как человек, он очень воспитан хорошо, но как-то ему не хватает все-таки, мне кажется, ему нужно быть более активным. Жан замечательный человек, очень старается, грубо говоря, служит людям, очень мягкие, расположенные. Мы все очень полюбили Жана, как к человеку лично больше расположения имеем Жан. Но профессионально, конечно, удобнее говорить с Ромой. Рома уже год работает в этой сфере, это задание для него достаточно обыденное. Три минуты назад мы должны были начать концерт, сейчас концерт задерживается, ребята стараются что-то делать, но по-своему, чему это все? Бытовые проблемы улажены, и музыканты готовы выйти на сцену. Наконец, Роман Блюмберг почувствовал себя в своей стихии. Самолет певицы задержался, и Светлана Лобота подъехала на концертную площадку в тот момент, когда ее музыканты уже были на сцене. Светлана Лобота подъехала на сцену. Я не поспею, жив без тебя. Моя душа так кричала, здравствуй, начало, дождь до дня. Хороша, Сударь, как вы считаете, как сегодня прошел концерт? Он прошел? Сударь, я считаю, что он сегодня состоялся. Отлично, сработали, и пойдем пожинать лапы успеха. Концерт Светланы Лободы в Херсоне удался. Теперь очередь команды «Огонек» подготовить выступление артистки в Киеве. «Огоньки» приступает к выполнению задания Светланы Лободы. Сегодня ребятам предстоит организовать концерт певицы в городе Киеве. А что делать? Я думаю, что стоит позвонить музыканту, спросим, чем мы ему можем быть полезны. У него такой большой экран. Такой большой экран, Самсунг поможет нам. Александр, добрый день вам. Добрый день. Это вас беспокоит Ирина и Артур. Мы являемся участниками шоу «Алло, директор». Хорошо позвонили. Сегодня мы выступаем в темных костюмах. У всех есть, а у меня лично у ***. Что нужно делать? Взять у них образец и до вечера соорудить такой же нефть. Противоваться было в том, что мы не знали, где взять образец для того, чтобы можно было пошить идентичный. Будьте добры нам дать какой-нибудь телефон одного из ваших коллег. Спасибо вам, Александр. Мы договорились, и нам на саундчек должны были привезти костюмы. У администратора Лободы Екатерины тоже есть задание для «Огоньков». Найти обувь для танцоров. Черные макосины, но они должны быть танцевальные. В общем, там у них есть некоторая специфика. О, Боже. Нужно купить три пары у мальчика и девушки. Да, хорошо, без проблем. Нужно было же найти еще ткань, из которой шить, и срочно найти человека, который займется этим. Ира созвонилась с дизайнером команды Светланы Лободы. Он говорит, что это вы что, с ума сошли? Это нереально сделать? Нереально пошить? Нереально пошить. Встретиться с нами он вообще не может, потому что он занят. Пришлось подключать по максимуму всех своих знакомых. Я, короче, сразу позвонила своей знакомой швее Артур. Она сказала, он найдет нам. Это вообще какой-то остров невезения. Время команде приступать к выполнению всех заданий. Алло, директор? Артур и Ира из команды «Огонек» приехали на репетицию концерта Светланы Лободы, чтобы взять у музыкантов образец костюма. Есть такая фишечка, называется «Воротничок». Надо сделать два таких, потому что вот уже барабачик говорит, что у него тоже нет. Я поняла вас. Это раз. Давайте. И костюм. Вот. Я думаю, что ловкими руками мастер сможет быстренько сделать размеры. И мы практически с ним как братья-близнецы, но он чуть-чуть мощнее. То есть чуточку больше. Будем решать? Ничего нет. Спасибо. Но для начала «Огоньки» решили поделить обязанности. Я остался на площадке, а Ира поехала за клубовью и покупать материал ткани. Ну все, Артур, я полетела тогда решать, ты мне звони. Прихватив с собой образец, Ира отправилась покупать ткань для костюма. Смотрите, какая мне ткань нужна для Светланы Лободы, для ее музыкантов. Ну, у нас и не надо. Будем искать. Но найти нужную ткань по образцу оказалось очень непросто. Начался просто марафонский бед. А где может быть? Нет. Нет? К сожалению, нет. И хлопка пела, а тоже нет? Более нет. Кошмар какой-то. Все же здесь, а тут уже нигде. Артур остался готовить вечернее выступление в клубе и уже получил первое поручение от концертного директора Лободы. Он мне дал задание найти стойку микрофонную. Ярко-белого цвета. Чем скорее, тем лучше. Вот, если бы вы могли вот так сделать, то уже нужно. Да, хорошо. Хорошо. У вас ткани продаются здесь? Ира продолжает безуспешные поиски ткани. Надо точно, чтобы Артурчик ехал за обувью. Пожалуйста, помогите найти такую ткань. Нет, нет такой ткани. Нет. Нет, такого нет. Это самый простой котон. Чего они его не могут найти нигде? По телефону огоньки рассказывают друг другу о наболевшем. Артур, это жесть полная. Я прошла все-все-все магазины и нет ничего вообще. Обувь я просто физически встываю. Куда-то приехать. Мне придется сейчас ехать не за обувью, мне придется сейчас ехать за стойкой. Ярко-белый микрофон на стойку найти? Да. Позвони в мустор. Ты мне скинь номера телефонов, я тогда прозвоню и поеду туда буду искать стойку. Я сейчас тебя сброшу. Артур, давай по-боевому, мы должны победить. Найдем на белую стойку. Хорошо, спасибо. Чего, блин, переживать? Артур получил от Иры контакты музыкальных магазинов и тут же начал их обзванивать. Микрофон на стойке журавли белого цвета, яркого. Нестандартно. Сейчас, секунду. Они мне сказали, что с такими стойками они вообще не сталкивались? К сожалению, нет. Я понял. Ира тем временем не оставляет надежды купить ткань для костюма. Это больно, ничего, никто не знает. Тканы. Нам пришлось с съемочной группой оббегать действительно половину центра для того, чтобы, слава богу, в окончательные, ну уже в кратчайшие, самые последние сроки найти эту ткань. Ну это больше подходит, да. Все, давайте нам туда еще такую штуку нам надо будет четыре штучки сделать. Простой хлопок, по идее, на липучке. Второй раз уже ваш магазин меня спасает. Тем временем на репетицию концерта прибыла Светлана Лобода. Артурчик, я была в гримерке, у нас там не совсем оборудовано как нужно. Смотри, там, во-первых, она не обогревается, во-вторых, там нет чая, в-третьих, там должно быть чисто. Сейчас пока это не соответствует нашим нормам. Мне нужно, чтобы ты связался с Катей, с моим администратором, и узнал поводу костюма, поводу нового платья, в котором я буду сегодня. И сегодня вы должны его, да, доставить вовремя, чтобы там было все в порядке. То есть, чтобы я проконтролировал. Проконтролируй, пожалуйста, да. Да, я понял. Хорошо? Все, мы будем работать. Да, до встречи. Осознав количество полученных заданий, Артур решил обратиться за помощью к своему другу и экс-участнику проекта «Алло, директор» Олегу Бигель. Есть, короче, просьба такая на 100 баксов задания, найти белые микрофонные стойки. Но прикол в том, что этих стойк, их нет в природе вообще в Украине. Есть, короче, такая белая клеенка. Я, о, да, 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 вот найти и подвезти мне их. Ты бы смог? Конечно. О, ну спасибо тебе большое, мужик. Я просто знал, что это человек, которому можно доверять, и что он меня выручит. Ира созвонилась со знакомым партным, и теперь ей нужно передать ткань для пошива костюма и воротничков. Но девушка заблудилась. О, боже мой, сейчас, секунду. На какой-то адресе не могу понять. Это, по идее, вот это было. Вот вы, наверное, да? Наш швея нам вот забрал эту всю ткань, весь этот материал. Аж к семи вечером, то есть за три-четыре часа до концерта. По поручению Светланы Лободы, Артур решил облагородить гримерку певицы. Что ж с этим всем делать? Минимально даже не нашел уборщицу в клубе в тот момент. Мне пришлось самому вычищать гримерную, вытирать там пыль, подметать полы. Хотя я считаю, что, в принципе, это априори задача вообще клуба и заказчика, а не персонала, артиста. Ну, в принципе, тут ничего уже этой гримерке не поможет. Тем временем Ира начала поиски танцевальной обуви для балета Лободы. Круглый носок, шнурки, это для балета Слан Лободы. Только белая у вас. Выручать Артура приехал Олег Вигерин. Ну, на свои стойки. Привет. Боже, спасибо тебе большое. А ты купил эту штуку, которая... Вот эту штуку. О, молодец. Может, ты мне немножечко поможешь вот это обклеить? Пожалуйста. Их две, а я один. Ну, давай обклеим уже, что делать. Да. Это настоящий друг. То есть, это не шутки, но нужно отдельно обклеить. Нет, реально нужно обклеить вот эту штуку. Хорошо? Я просто не знаю, как ее клеить. Вообще, когда мы начали это делать, я понял, что гиблое дело, потому что оно выглядело очень смешно. И действительно, как будто бы этим заделал пятилетний ребенок на работу, на урок труда. Чего ты ржешь? Артур, мне кажется, ну, кроме того, что ты х*** ела вот здесь. Мне не хватило. Ладно, Артур, я подойду по-другому свежим воздухом. Мне это все надоело. Спасибо. Ира по-прежнему ищет танцевальную обувь. Есть у вас что-то подобное? Похоже, вот планы мужские и женские. Да, круглый носик, шнурки. И вот, как вы спрашиваете, и похоже, вот планы есть в женских, есть кожа и замш. Все, давайте-то эти возьмем. Хорошо. Ира купила нужную обувь и теперь готова присоединиться к Артуру. Но Артуру Светлана Лобода поручила еще одно задание – проконтролировать доставку ее нового концертного платья на выступление. Катя? Да. Что там насчет платья нового, которое сегодня Светлана впервые оденет на концерте? Нужно уточнить у Светы, либо у Нателлы, потому что они его готовят. Хорошо, Катя, спасибо. Да, привет, Артурчик. Нателла, подскажите, пожалуйста, я знаю, что сегодня Светлана будет выступать в новом платье. Нет, Артурчик, у нас никакого нового платья у нас нет, она будет работать в своем черном костюме. Ну, позвоните Кате, узнайте у нее, потому что за костюмы я, слава богу, не отвечаю. Ну, извините тогда, что я просто… Да, пока. Катюша, слушай, мне сказала Нателла, что Светлана будет выступать сегодня в своем черном костюме. Я без понятия. Света сказала, что она себя видит сегодня весело в зеленом платье. В общем, решайте, как ты это чувствуешь. Я понял, хорошо. Когда я положил трубку, я понял, что я ничего не понимал. Это шанс себя проявить в себя? Ээээ, да. Проявляй. Мне нужно было определиться, какой костюм привезти в этот вечер. Говорит мне Светлана. Я буду сегодня выступать в новом платье, просто нужно будет пока позвонить у Платки, или с платьем нормально. Звоню Кате. Катя, скажи мне, все с платьем нормально? С каким платьем? Я звоню Нателле. Нателла, скажите. Все с платьем нормально? С каким платьем? Нет, она сегодня будет выступать в костюме. Ёпаразитет. Там какая-то уловка. Я, короче, поняла, что сегодня был прекрасный адский день. Но уловка это или не разбериха? Артур должен принять решение и обеспечить к выступлению Светланы Лободы нужный концертный наряд. Удастся ли это ему? Мне интересно, что будет дальше. Я знаю, что это еще не все. Начало концерта Светланы Лободы уже скоро. Пришло время команде «Гонек» презентовать плоды проделанной за день работы. Артур выполнил поручение концертного директора Лободы и принес ему белую микрофонную стойку. Я уже мысляно раз в девять спросил, что это? Это такая себе, мне кажется, какая-то икебана. Это то, что мы смогли сделать, исходя из того, что белых стоек в Украине нет. И поэтому пришлось делать это собственноручно. И вот, что из этого получилось. Для чего принесли? У нас же не праздник урожая. Я принес вам показ... Ну, это для того, чтобы показать, что удалось сделать. Лучше прийти было с ней, чем прийти с пустыми руками и сказать, что извините, я ничего вообще не сделал, ничего не нашел. Вы хотите это поставить на сцене певице номер один в стране? Меня полностью не устроило вообще общение с Игорем. Нет, поэтому я сказал, что сегодня это на сцену вынести не представляется возможным. Это не ответ. Он вел себя как-то грубо. Если вы так планируете и дальше работать, честно скажу, я вам даже артиста не подберу в этой стране, который бы вам подошел. Ну, нужно же с чего-то начинать. Это абсолютно непрофессиональный подход. Для директора, если он директор, слова нет, не существует. Убирать это. Это стыд долба. Лучше было не показываться, позвонить продюсерам и сказать, извините, я выбываю. Это не работает. Меня это вообще не устраивает. Ну, простите меня, у директора, мне кажется, у меня другие задачи. Я пойду заниматься другими делами. Если так же, то лучше не надо. Нет, по-другому. Я посмотрю. Портной вовремя закончил пошив костюма и воротничков для музыкантов. Ира решила показать изделие Екатерине. Ассистенту Светланы Лободы. Да, правда, пуговицы отличаются. Да. Думаю, ничего. Если что, то нужно. Продюсер, тогда нормально. Да, проверьте, пожалуйста. Отлично. Все, я настрадиваю. Спасибо. Спасибо. Но подойдет ли музыканту новый концертный наряд, сшитый без примерки на скорую руку? Вот мы пошели. Только я смотрю, что у вас плечи чуть пошире, чем нам прислали. Когда я увидела этого музыканта и этот костюм, зрительно, у меня что-то аж там внутри, мне кажется, все органы подпадали. Поверите, пожалуйста, можно. Сейчас. Как вы считаете, нужно уже? Я вижу, что он крупный. Ну, для мужчины это прекрасно. Но мой костюм значительно меньше. Ну да, немножко можно было. Шире, да? Чуть-чуть. Пойдет. То есть одно, что он работает точно. Для балета огоньки без примерки купили танцевальные туфли. Но подойдут ли обновки танцорам? Нам сказали, что у вас 38-й. У меня сердце вот так вот трепещало. Просто очень боялся, что сейчас не подойдет размер. Поверите, что вам удобно. Главное было. Ну, по размеру не подходят. Ну, мы рады. Если свете внешне не нравится, значит, все хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Конечно, да. Да, спасибо. Но начинающим директорам еще предстоит отчитаться о выполнении заданий главной героини вечера. Певице Светлане Лободе. Где концертный костюм? Зеленый или черный? В смысле? Новый концертный костюм. Концертный костюм, Светя, где? У моего зеленое платье какое-то новое, которое вы сказали мне, что вы не утвердили сегодня все-таки. Какое зеленое платье? Я ничего не понимаю. Новый концертный костюм. Мы о нем говорили. А какой ты сказала? Я сказала черный костюм. Катя? Я должен был проконтролировать по вашему заданию. Есть черный костюм, вот как ты просила Нателла. А зеленый где? Черный, но я не работаю давно. Не работаю. Как ты не работаешь? Серьезно не работаешь? Здравствуйте. Я же вам сказала, новый костюм принести. Смог ли он принять решение и выполнить правильно поручение Светланы Лободы? Я позвонил Катерине и сказал, чтобы она привезла два. Нателла сказала, что нужно принести черный костюм. Да, я это сказал. Чтобы второе платье тоже было два костюма. В любом случае, нужно зеленое платье или не нужно. Для Светланы оно нужно. И вы мне сказали, что будет все в порядке. Ты все-таки все правильно понял. Ты понял, что я решила тебя запутать. И ты оказался умнее, чем я позволила себе предположить. И Артурчик взял два костюма для Светы. Несмотря на то, что я настаивала в агрессивной форме на то, что был один и только черный. Что я понятия не имею о том, что такое зеленое платье. А я думаю, что Катя так улыбается и хитро. Мне пришлось ее обмануть, даже сказать, что просто нужно это платье. Не важно для чего. Вот оно нужно и все. Но то, что Артурчик меня ослушался, за это, конечно, мы с ним разберемся несколько позже. Ребятки, до скорого на сцене. Все, прекрасного концерта вам. Счастливо. Ты авантюристка, господи. Ни хрена не прошла, он еврей, понимаешь? А ты хотела их запутать? Конечно, хотела их развести. Не меня в вестеран. Пойдем, нам на сцену нужно. Можно я переоденусь? В зеленый или в черный? В золотой. Сегодня выбирает Катя. Концерт Светланы Лавады начинается без происшествий и проходит великолепно. Справились с заданием отлично. Прекрасные были условия, очень реалистично, как это бывает с артистами. Похожие огоньки могут немного расслабиться и насладиться незабываемым выступлением певицы. Но осталось ли довольна работой команды «Огонек» Светланы Лавада, узнаем очень скоро. Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала я бы хотела сказать спасибо вам большое за проделанную работу. Спасибо и вам. Я знаю, что это было нелегко. Вы со многим справились. Было очень много нюансов, о которых мы сейчас поговорим и попытаемся в них разобраться. Господин Блюнберг, ты мне, честно говоря, язык уже не поворачиваешься тебя так называть, Рома, честно. Вы ездили в Херсон. Я знаю, что ты позволял себе распить алкогольных напитков, терроризировал всю ночь музыкантов, забыл в итоге их накормить. Музыканты просто в шоке. Они говорят, кого вы нам дали, почему мы должны вообще с этим ливи. Я не буду тебе говорить, как они называли тебя. Я не понимаю, почему ты думаешь, что ты можешь себе это позволить. Я не знаю, на самом деле, большинство музыкантов я их знаю лично. И кормили их, на самом деле. И пили тоже нормально. Нормально, да? И пили, да, но никто не отказывается. Вы, наверное, не понимаете, где работа, а где отношения. Кто пил, кто не пил. То есть я с ними лично не пил. Ты пил отдельно, я так понимаю. Лучше бы ты пил с ними. Может быть, они бы не так обиделись. Нет, дело в том, что большинство музыкантов я лично знаю, лично знаю, ну, еще... Это не имеет никакого значения. Но была ситуация, когда они сказали, что они остались голодными, что ты их не накормил. Ну, ситуация, когда стал вопрос о кормлении, Жан побежал, там где-то что-то зарулил. Жан, хорошо, пока мы о тебе заговорили, скажи, как лично ты оцениваешь старания Блюнберга? Вот то, о чем мы говорили сейчас, это является правдой или частично правдой? Если говорить о каком-то безумном состоянии опьянения, то я этого не застал. И вообще ли это было... Идиота безумного. Я не... То есть, я не говорил... Я... Я говорю, да, потому что я не говорю, это... Возди пил, да, я не говорю. Во время концерта пил? Нет. После концерта пил? Нет. Мы после концерта уехали. Окей. Вопрос у меня теперь к вам, Жан. Скажите, вам сейчас известно слово райдер? Теперь уже да. Так ты его должен был знать изначально с первой программы о райдере существования. Любой человек после того, как вам дали задание, нормальный, уменяемый, интересующийся, любящий свою работу, он после того, что вам дали задание, после того, как мы ушли, нужно зайти в гугл и поинтересоваться всем этим. Для того, чтобы произвести впечатление. Вы больше хотите произвести впечатление на зрителя, наверное, этого шоу, чем на Светлану. Ну, это же такие простые вещи. Человек, который не знает, что такое райдер, что у артиста существует райдер, о чем мы здесь вообще говорим? Поскольку Рома был мой партнер в этом плане, он-то подумал по поводу райдера. Жан, Жан, у нас конец проекта. Рома вообще тебе ничего не должен. Рома занимался своими делами, он вообще может делать все, чтобы тебя подставить. Потому что ты ему вообще не интересен и не нравишься ему с первой программы. Понятно, что не всегда получалось. Понятно, что были ошибки налицо. И они иногда очень глупые, как вот отсутствие райдера и вообще понимание о том, что такое... Я это принимаю. Я понимаю, что так не должно быть. Но... В этом задании это самое главное. В этом задании главное понять суть. Ты приезжаешь заниматься концертом артиста. И меня не интересует вообще, где вы доходите в воду, шнуры. Разбираетесь. Ответил Пасекан. Пасеки, подходите к музыкантам, задавайте вопросы. Это задача ваша. Так и было сделано. Но в райдере есть очень много пунктов, которые не были исполнены. Ладно, давайте с вами закончим пока. Команда Огонек. Артурчик. Ваша работа была просто катастрофически возмущена. Игорь Пасека, мой концертный директор. Он сказал, что нужно было найти белый микрофон, белую микрофонную стойку. Он сказал, что вы не нашли эту стойку. И по итогу взяли черную стойку, обклеили ее аракалом в очень таком похабном виде. Дело в том, что в действительности, получив задание, я уже был осведомлен в том, что найти белую стойку в Киеве в такой кратчайшие сроки, это практически будет невозможно, потому что их нет. Я просто решил, что лучше я приду хотя бы с чем-то, покажу, что работу я делал. Друзья, почему нельзя было взять баллончик и покрасить баллончиком? Потому что мы советовались с Ириной, мы подумали, что если я покрашу баллончиком, оно будет вонять. Это топовый артист. Вообще, это человек, который может испачкаться. Это будет ему неприятно. Мы действительно прозвонили и по интернету, и все музыкальные магазины, и уже музыкантов, знакомых всячески подключали. Это говорит о том, что это роскошная вещь, то есть ее просто так невозможно взять за такой период. Мне неприятно было общаться, к сожалению, с вашим директором, сказать мне, у меня нет времени с тобой разговаривать, забирая эту фигню, и слово «хрень» было приносительно не из моих уст. Именно благодаря такому характеру, как у посеки, он держится в этом мире очень много лет. Проработала 8 лет с Наташей Могилевской, работает со мной второй год и считается одним из лучших директоров в нашей стране. Я бы на твоем месте швырнула бы этой стойкой в посеку, развернулась бы и ушла. Это, по крайней мере, в рамках этого проекта прозвучало бы. Потому что против Боровов по-другому не пойдешь. А я бы хотела, чтобы просто Артурчик занимался всеми делами. И концертными костюмами, которые дошивала Ира, насколько я понимаю, одену. Они были в одной команде, да. А почему Ира занималась этим вопросом? Я вам объясню. Мне сказали так, что ты занимался стойкой, все остальное время находился в «Динамо Люксе» и ничего больше не делал. А что значит «ничего не делал»? Я слушал все время, что вы вменяли ребятам. Мы же это сделали, и это сделали, и это сделали. Если они никого не дергали, то меня персонал, я бы говорил... Ну, Жан, подожди, я же говорю. Официанты, администраторы клуба «Делюкс», они меня, мне кажется, вообще ненавидят. С тем же обогревателем. Я нашел администратора, только вот арт-директора, какую-то женщину. Надо дать Артуру должное. Мой развод с костюмами, он просто с треском провалился. Он говорит, мне сказали, что она работает в каком-то новом зеленом манеряде. Я говорю, да, кто тебе такое сказал? Нет, она работает в том, чем работает обычно, в черном костюме с золотом. Делай то, что я тебе говорю. Да, хорошо. Я думала, они запутаются, и принесут этот костюм, и у нас там были подстрахованы. Ну, сразу, потому что два. Нет, приносят оба, пусть Светлана выбирает сама. И обманом выманивал эти платья. Молодец, молодец. И расскажи, а что вообще, какие у тебя были впечатления? Все было в темпе, все было в режиме, в кратчайшие сроки. Действительно, нам было очень комфортно работать с Артуром. Я чуть-чуть переживала, действительно, по поводу обуви, потому что понимала, что как же мне это успеть, и ту ткань найти, и эти пуговички. В пятницу, когда весь город стоит, сложно. Давай сделаем так. Сейчас каждый из вас мне скажет о том, почему он считает, что именно он должен остаться в этом проекте. Начнем с Ирочки. Я считаю, что я должна остаться в этом проекте, потому что, во-первых, я всегда была предельно честна. Я никогда здесь не играла. Я по максимуму старалась выполнить то, что я могу. Я понимаю, ради чего я здесь. Когда тебя красит, выпускает на сцену, и ты думаешь, что это все так, а, оно так все сложилось, само по себе. Они люди, которые работали вот там за сценой, как и все ваши команды, как мы с Ирой пережили это на себе, которые стоят вот так вот, дрожат, чтобы все прошло хорошо. И вот мне хочется все-таки быть частью той команды. Жан. Я умею учиться на своих ошибках. Пускай не хватает осознанности, что такое райдер. Но я обещаю, что я осознаю это обязательно. И, конечно же... Да! Я передаю слово Роману Блюмбергу. Я скажу фразой Полины. Мне нужны люди, с которыми я буду рядом идти, которые будут меня тянуть за собой. Ребята, я думаю, что все вы прекрасно понимаете, что наш проект подходит к концу. И должна сделать выбор и оставить тех, кто имеет больше шансов стать моим директором. Артур, когда ты пришел на наш проект, ты мне казался такой выпендрешкой и немножко гадким утенкой. Но мое мнение сейчас изменилось. Ты всегда борешься за своих коллег. И стараешься не подставлять своих друзей. Иногда ты фиглярничаешь. Тебе вот очень много каких-то есть напускных вещей, которые разбиваются просто в дребезги. А действительно, твое вот такое патологическое чувство справедливости. Мне оно тоже очень близко. Я тоже никогда в жизни не даю заднюю, если нужно. Я всегда готова идти на пролом. Вот мой тебе совет. Освободить себя от вот этого напускного. И тогда у тебя получится, ты даже себе не представляешь. На что ты будешь способен? Спасибо. Я попробую. К сожалению, Артур, я так и не поняла, кто из нас звезда. И мне кажется, что я никогда не определюсь с этим. Поэтому ты покидаешь сегодня наш проект. Но я хочу тебе сказать спасибо. Мы в тебя очень верим. Спасибо тебе за себя. В свою очередь, наверное, мне тоже нужно сказать пару слов. Я не буду скрывать обидно, потому что что-то я, наверное, сделала не так, распоказала вам себя с такой стороны. Но я не жалею ни на йоту, что я сюда пришел. И я очень благодарен вам за все, что вы дали мне за этот проект. Спасибо. Спасибо. Вообще не расстраивайся, все только начинается. Скажи Блюнбергу пару слов. Иногда не стоит так активно навязывать себя. Честно говоря, я всегда стараюсь идти от обратного. То есть вот если я даже сделала работу хорошо, я сначала говорю, ну там ты посмотри, что сделала. Потому что если, не дай бог, я сказала, что я сделала это хорошо, то наверняка это не будет принято. И так уже было миллион раз. Тем не менее, у нас все равно есть некая убежденность, что если ты сумеешь направить на результат, а не на создание впечатления результата, то возможно что-то у нас получится. Осталось не так много. Поэтому мы тебе даем последний шанс в этом шоу проявить себя. Спасибо. Жан, ты просто очень сосредоточен не на тех вещах. Ты очень сосредоточен на своей внешности, на каких-то... Самолюбования. На самолюбованиях, да. Поэтому тебе нужно собираться и определяться. Хочешь ли быть сам звездой, да? Либо хочешь быть рядом с звездой и обслуживать этого человека, которого ты будешь по-настоящему любить, потому что иначе ничего получаться не будет вообще. Пока, мне кажется, нам с тобой не по пути. Как мне сказала когда-то одна женщина очень мудрая о том, что не буду говорить много о любви, потому что боюсь, что могу ее растерять с этими словами сказанными. И удачи вам, вы все... Удачи вам. Я тебе открою секрет. Женщина была не права, потому что чем больше любви ты произносишь, отдаешь, тем больше ее в тебе становится, тем больше ты наполняешься. Поверь мне, я об этом знаю не понаслышке. Поэтому вперед. Сегодня единственный человек, которому, в принципе, у меня не было претензий и претензий не было в команде, это к Ире. Но Ира, это ничего не означает. Нельзя тебе расслабляться сейчас, потому что Роман очень достойный соперник, и ты понимаешь прекрасно, что каким образом все это закончится, очень сложно сказать. Спасибо на сегодня. Мы желаем вам удачи и ждем следующей встречи с вами. Пока. Ровно через неделю в программе «Алло, директор». Что мы делаем? Этим все не закончится. С заданием вы можете не справиться.